Сура от Духа Одна из прекрасных сур, которая была ниспослана, чтобы утешить нашего возлюбленного Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Давайте остановимся на некоторых ее моментах и поговорим о них. Почему была ниспослана от Духа? Ангел Джибриль какое-то время являлся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, с откровениями. А затем они прекратились. После этого перерыва была ниспослана эта сура. Когда Джибриль перестал являться к посланнику Аллаха, многобожники стали насмехаться над пророком, саллаллаху алейхи ва салям, и сеять сомнения. Тебе перестали являться откровения. С тобой больше не говорят. Ты лжец и так далее. Затем оказалось, что причина того, что Джибриль не спускался в дом пророка, саллаллаху алейхи ва салям, была в присутствии собаки, маленького щенка в доме пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Поэтому, когда щенка переместили, откровения вернулись, и Аллах ниспослал эту суру. «Клянусь утром, клянусь ночью, когда она успокаивается или покрывается мраком. Не покинул тебя, о пророк, Господь твой, и не возненавидел». То есть, твой Господь не оставил тебя и не предал. Всевышний Аллах с тобой. Затем Он сказал, «Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен». Давайте остановимся с вами на этом аяте. «Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен». Конечно, все мы любим пророка, саллаллаху алейхи ва салям, и, клянусь Аллахом, мы все желаем получить его заступничество, желаем оставаться в поле его зрения. Наш любимый Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям, однажды вошел на кладбище и сказал, «Я хотел бы увидеть своих братьев». О, Аллах, прости моих братьев. Вокруг него на тот момент были его сподвижники, и они спросили у посланника Аллаха, «Разве не мы твои братья?» Посланник Аллаха ответил, «Нет, мои братья – это те, кто поверил мне, не увидев». То есть мы с вами. Мы не видели посланника Аллаха, однако мы верим в него и следуем за ним. Мы пожертвовали всем, чтобы быть среди его сподвижников, саллаллаху алейхи ва салям. Наша награда в 70 раз больше, чем награда сподвижников пророка. Если, к примеру, сподвижник выпил один стакан воды и получил за это 10 хасанатов, то ты получишь за то же самое 700. Однако, независимо от того, как много хасанатов мы получим, мы не сможем достигнуть уровня сподвижников, которые своими глазами увидели посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, и последовали за ним, что является их величайшей удачей, клянусь Аллахом. Итак, мы последователи великого пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Так что же Аллах дал нашему посланнику, саллаллаху алейхи ва салям? Он даровал ему чистоту, удалил из его сердца злобу. Три раза пророку, саллаллаху алейхи ва салям, рассекали грудь. В первый раз, когда он был ребенком, Джибриль спустился, рассек грудь пророка, когда он был у Халимы Саадией, затем вынул его сердце, удалил из него черноту, сказав, это часть шайтана, находящаяся в тебе. Затем вернул сердце на свое место и погладил его. Во второй раз его грудь была рассечена, когда на него начало неспосылаться откровение. Почему? Потому что на него должны были быть неспосланы тяжелые, великие слова, и сердце нужно было подготовить. Всемогущий Аллах сказал про эти свои слова, тяжелые слова. Нужно было подготовить это сердце к такому откровению. И Аллах подготовил его и очистил. В третий раз это произошло перед вознесением пророка на небо. Его сердце было вновь вынуто и очищено. Почему? Потому что он должен был взойти туда, куда никогда не поднимался ни один человек. Абсолютно никто там не был из людей. Он бы разговаривал с Аллахом, поэтому должен был быть готов к появлению в таком великом месте. Все эти блага были дарованы ему после того, как он был изгнан жителями Таифа. Сразу после этого были неспосланы сура Абдуха, Юсуф, Аш-Шарх, также он поднялся на небеса. Все это произошло после того, как жители Таифа изгнали его, для того, чтобы убедить пророка, салаллаху алейхи вассалям, что Аллах дарует ему то, чем он будет удовлетворен. Вот некоторые из благ, дарованных пророку Аллахом, салаллаху алейхи вассалям. Слава Господу миров за этого благочестивого пророка, о котором Аллах сказал, «А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». Когда сподвижники пришли к посланнику, салаллаху алейхи вассалям, и сказали, «Мы любим тебя», он ответил, «Аллах сказал вам, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Так посмотрите на эту черту, присутствующую в вашем возлюбленном пророке, салаллаху алейхи вассалям, и старайтесь соответствовать ей. Зачем? Затем, что будет запретен ад для всякого, кто близок к людям, снисходительного, мягкого к ним, с легким характером. Это и есть тот, чье сердце боится, чистое, подобно сердцу пророка, салаллаху алейхи вассалям. Легкий, снисходительный, мягкий с людьми, не усложняет отношения с ними. Будь таким же, баракаллаху фика. До встречи в новой серии.